В начале карьеры Михаил Кудрявцев занимался не только самбо, но и дзюдо. Высокие результаты в чемпионатах начал показывать, когда ему было 14. Затем стал мастером спорта и в японском боевом искусстве и в советском боевом единоборстве. В 2014 со спортом пришлось на время проститься из-за многочисленных травм. На самом деле спортивных травм было достаточно. И в 2019 году я возобновил карьеру, выиграл чемпионат области по боевому самбо. Следующий сейчас был чемпионат Центрального федерального округа. Отобрался на чемпионат России. На чемпионате Центрального федерального округа Михаил взял золото. Впереди борьба за титул чемпиона России и мира по боевому самбо. Михаил вовсю готовится покорять новые вершины. Это психологически очень сложно настроить себя не то что на победу, а выйти и показать все, что ты умеешь. Потому что на тренировках это одно, а в соревнованиях это совсем другое может быть. И вот здесь, да, конечно, психологическая подготовка тоже должна проходить. Тренер должен всегда помогать, мотивировать своего ученика. Глядя на тренировку Михаила, я не удержалась. Михаил, так здорово у вас получается. Я тоже хочу научиться. Сможете помочь? Конечно, Дарья, приходите, переодевайтесь. Хорошо, спасибо. Дарья, я вижу, вы к тренировочному процессу готовы, но это еще не все. Сейчас мы первым делом научимся завязывать самбовку. Такая экипировка используется как в спортивном самбо, так и в боевом. Обычная на первый взгляд рубашка позволяет спортсменам проводить приемы друг на друге. Захваты, удары, броски. Кстати, прямо сейчас я попробую освоить самый легкий прием в самбо – бросок через бедро. Берется захват за самбовку, за руку, под локтем. Теперь берется захват в районе пояса. И я вкручиваюсь вам бросок сюда и подсаживаюсь бедром. Скажу вам так, вывести противника из равновесия не так уж и трудно. Сложнее уложить его на лопатки. Например, с помощью мельницы. Этот бросок одинаково эффективен и в атаке, и в защите. Вот только пока он не для меня. Михаил, вы меня всему научили. Теперь я готова продемонстрировать один из приемов на вас. В числе красивых бросков самбо – подсечка на две ноги, передняя подножка, задняя подножка. Всех не перечесть. Но просто размахивать руками и ногами мало. Для профессионала важна ударная техника. А для того, чтобы овладеть ей в совершенстве и подняться на мировой пьедестал почета, необходимы годы тренировок. Я с этим точно не справлюсь. А вот Михаил точно сможет. Ведь в его спортивной копилке уже сейчас немало достижений.